Приветствую тебя коллега на нашей обучающей платформе. Этот урок практически является заключительным. В этом уроке мы поговорим о технических моментах обработки анкет. Конечно, одна из основных или ключевых задач это получить контакты заинтересованного человека. То есть тех людей, которых мы отправляем на наш сайт, которые являются таким как бы сепаратором, он должен выдавать нам контакты людей, которые заинтересовались той информацией, которую они услышали во время прямого эфира. Люди заполняют вот эту несложную форму, вбивают сюда свое имя, заполняют адрес своей электронной почты, вбивают номер своего телефона, отмечают, что у них на телефоне, например, есть WhatsApp, Telegram, Viber и нажимают на кнопочку «Отправить». Именно к этому их призывают спикеры во время прямого эфира. Нажимаем на «Отправить», появляется такое всплывающее окошечко, сообщающее человеку, что его данные отправились. И на этом все необходимые действия потенциальный ваш клиент уже выполнил. Он может дальше продолжать смотреть вебинар. Что появляется у вас в вашем личном кабинете? Я сейчас в него зайду. Появляется в разделе «Анкеты», видите, новая. У вас новая анкета. И вам эту анкету нужно обработать. Какие две типичные ошибки получаются при обработке анкет? Первая ошибка. Мы анкету, заполненную, например, в понедельник или в 19 часов вечера, начинаем обрабатывать в среду. То есть у нас происходит большой интервал между заполнением анкет и ее обработкой. За это время человек однозначно может забыть о вебинаре, который он прослушал, и о том, что он где-то чего-то заполнял. Человек выпал из состояния потока. Анкеты нужно обрабатывать максимально быстро. Для того, чтобы получать оповещения о новых анкетах, вам нужно настроить оповещения в своем профиле. Вам необходимо войти в профиль, выбрать раздел «Уведомления». У меня сейчас включены в первую очередь уведомления о проверке домашних заданий. А вам я рекомендую отключить все и оставить только оповещения о новых анкетах, включить все и о заявках в структуру. Вот это два основных параметра, которые нужно отслеживать. Заявка в структуру, если кто-то зарегистрируется по вашей ссылке со странички нашей обучающей платформы. Как это делать? Рассказано. Посмотрите. А вот анкеты, если кто-то на нашем вебинарном сайте, опять же, пройдя по вашей реферальной ссылке на этот сайт, заполнит вот такую вот анкету. Куда мы можем получать оповещения? Мы можем их получать на сайт, и если вы сидите за компьютером, у вас открыт браузер, будет всплывать окошечко. Будет прилетать оповещение на вашу электронную почту. Опять же, если у вас почта стоит на телефоне, вы можете быстро видеть новые письма. И, конечно, в Telegram. Если вы еще не установили себе Telegram на телефон и на компьютер, пожалуйста, сделайте это. То есть, благодаря мессенджеру Telegram вы будете получать оповещение об анкетах. Вот посмотрите, как это выглядит. Вам в Telegram будет прилетать вот такое оповещение, новая анкета, откуда она пришла, данная этого человека, его телефон. И благодаря Telegram вы можете оперативно обрабатывать эти анкеты. Для того, чтобы привязать свой Telegram, есть очень несложная инструкция. Вот почитайте, пожалуйста, вот здесь вверху. То есть, сам Telegram должен у вас стоять на компьютере, если вы зашли в личный кабинет с компьютера. Либо, если вы заходите в личный кабинет, наша обучающая платформа с телефона должен стоять на телефоне. Будут какие-то затруднения с привязкой Telegram, вам не хватит вот этой несложной инструкции. Обращайтесь в техподдержку. Итак, первая ошибка – это запоздалая реакция на анкету. Я выбираю анкеты, вот вижу, что у меня новая анкета, вижу данные, которые заполнил человек, вижу, сколько эта анкета ждет, видите, 5 минут 33 секунды. Вот я понимаю, что человек ее недавно заполнил. И если я сейчас ему позвоню, мы с ним будем говорить вообще на одну и ту же тему. Вторая ошибка – это когда мы, открывая анкету, видим имя и фамилия до боли знакомого нам человека. И эти анкеты почему-то не обрабатываем. Вот это, мягко говоря, неправильно. То есть, так как вы приглашаете на наши трансляции, в первую очередь, своих людей, то ответьте себе на вопрос, а кто еще может заполнить эту анкету, кроме ваших приглашенных? Естественно, будут заполнять те люди, которых вы приглашаете. То есть, в принципе, ваши знакомые. И если человек заполнил все-таки анкету, вам обязательно нужно ему позвонить, ну, хотя бы поговорить, узнать, как ему понравился вебинар, может быть, не понравился. Либо у человека какой-то конкретный вопрос по продукции, либо по теме вебинара. То есть, обрабатывать анкету надо. То есть, не звонить своим людям – это, мягко говоря, неверно. Как же технически обрабатываются анкеты? Вот чем хороша анкета? Она хороша тем, что если вы еще не готовы сами звонить, вот у вас есть контакт потенциально заинтересованного человека, вы можете эти контакты передать своему спонсору и попросить его вместе с вами сделать первый звонок. Либо вообще сам спонсор сделает звонок за вас, а вы посидите, присутствуете, посмотрите, как это делает специалист. Итак, обработка анкет начинается именно со звонка. Либо на номер человека, либо, если он оставил какой-то мессенджер, ему можно предварительно мессенджер написать и поинтересоваться, когда ему удобно позвонить. Если никаких мессенджеров нет, только телефон, здесь без вариантов звоните, спрашивайте, удобно говорить. Если да, то начинайте разговор. Итак, мы поговорили с человеком. Если нажать на кнопочку «Посмотреть анкету», мы можем увидеть более подробную информацию вот так вот в отдельном окошечке о данной анкете. Какие кнопочки есть для обработки анкеты? Ну, кнопка «Закрыть» – это просто закрыть это окошечко. Дальше. «Изменить». Вот если в процессе разговора с человеком вы узнаете его фамилию, то есть, например, он взял, как я, не заполнил поле фамилии. То есть, в процессе разговора можно как бы с этого и начать и заполнить прям недостающие данные. Указать город, там, страна и так далее. То есть, все, что вам человек скажет, про паспорт нет смысла и про дату рождения спрашивать, а вот фамилия, из какого он города, поинтересоваться можно. Заполнили недостающие данные, нажмите «Сохранить». Ваша анкета, видите, стала более информативной. Следующая кнопочка. А это кнопочка «Отложить». Вот если в процессе разговора с человеком он вам сказал, да, мне очень понравился этот товар, либо, например, я приду к вам навстречу через несколько дней, вы в поле «Восстановить анкету», то есть, когда эта анкета снова станет у вас активной, видите, по умолчанию она переносится на три дня, например, человек говорит, мне надо подумать, и вы даете ему там три дня на подумать, и через три дня эта анкета снова станет новой, она снова загорится вот такой зелененькой. Эту дату вы можете менять, то есть, ставить на любое число, в зависимости от результатов разговора, например, на 16-е поставил. Для того, чтобы было понятно, почему эта анкета была перенесена, здесь можно сделать комментарий, там, например, в командировке. Ну, то есть, все, что угодно, то есть, благодаря вот этому комментарию, вы будете понимать, когда снова анкета станет активной, что вы с этим человеком уже говорили, он вам сказал то-то, то-то, и вы начнете второй разговор уже как бы не с чистого листа. Я не буду нажимать «Отложить», я скажу «Нет». Фиктивная. Что это такое? Например, вашу анкету заполнил ваш человек, даже не понимает, зачем он это сделал. Поверьте, такие ситуации бывают. Человек, приглашенный вами на трансляцию, увидел открытую форму и взял ее, заполнил. Вот, ну, это фиктивная анкета. Вы поговорили с человеком, объяснили ему, что заполнять форму нужно, конечно, если есть какие-то вопросы, требуется какая-то обратная связь. Но об этом должны говорить в первую очередь, конечно, выступающие на вебинаре. Но если человек заполнил, вы с ним связались, понимаете, что это было, ну, мягко говоря, не то, что вы ожидали, нажмите на кнопочку «Фиктивная». Анкета просто исчезнет из списка анкет, то есть вы ее обработали. Последняя кнопочка, которая здесь есть, это кнопка «Подтвердить». Что эта кнопка делает? Например, в процессе разговора с человеком вы понимаете, что этот человек, например, хочет узнать о нашей компании больше. То есть вы рассказали о том, что у нас есть возможность абсолютно бесплатно, в удобном режиме для человека пройти обучение на нашей платформе, узнать о возможностях нашей компании, о продуктах и узнать это все вот в рамках нашей обучающей платформы. Вы задали такой вопрос «Интересно это человеку или нет?» Он сказал «Да, мне интересно». И тогда вы подтверждаете анкету. Когда вы нажимаете на кнопку «Подтвердить», на почту вашего потенциального клиента приходит письмо со ссылкой на регистрацию на нашей обучающей платформе. Часть уже регистрационных данных он заполнил, то есть ему нужно продолжить или завершить регистрацию. На почту этого человека придет письмо от Век Роста. Я сейчас это покажу. Он проходит по ссылке, заполняет в силу недостающую информацию и ему автоматически выписывается личный кабинет на нашей обучающей платформе. Причем он сразу же подтверждается и этот человек появляется у вас в структуре. Из анкет он переходит в структуру. Вот это очень важный момент. И когда человек уже попадает в вашу структуру, этот человек становится частью вашей команды, вы можете с ним переписываться, вы этого человека можете приглашать на мероприятия, которые мы проводим. То есть вы этого человека начинаете уже вести по нашей обучающей платформе. Сейчас на платформе есть еще дополнительная кнопка «Показать журнал». Здесь вы можете опять же добавлять какие-то действия по этому человеку, если вам не хватает, например, поля в кнопке «Отложить». То есть что вы делали по этому человеку? То есть журнал операции с этим человеком. Вот сейчас их только две. Выберите действия. Появляются кнопки, которые мы уже с вами видели. Подтвердить. Фиктивное. Отложить. И появляются еще две кнопки, которых в окне «Посмотреть анкету» нет. Видите, здесь нет кнопки «Передать» и кнопки «Удалить». Что делает кнопка «Передать»? Эта кнопка очень актуальна для тех, кто работает командой. То есть, например, я могу заниматься постоянно тем, что приглашаю людей на вебинары. Я могу для этого использовать и платную рекламу, какое-то программное обеспечение. То есть я могу людей массово переводить на наш вебинарный сайт и получать, добывать вот эти анкеты. Но, например, я не могу их обрабатывать. Либо вы хотите помочь людям в своей структуре, чтобы у них появлялись кандидаты, с которыми они могли работать. То есть сами, например, люди пока эти анкеты не могут получать. Либо вы работаете командой, скинулись на рекламный бюджет, заявки приходят в один кабинет к одному человеку, а этот человек делится полученными анкетами. И вот поделиться это можно сделать через кнопку «Передать». Нажимаем «Передать». Набираете вот здесь фамилию человека, который у вас в структуре. Этот человек получает вашу анкету. Передавать можно бесплатно, можно за деньги. Можно человеку дать эту анкету на 24 часа. Если он не успевает ее обработать, анкета вернется снова к вам. Вот эта кнопка «Передать» позволяет организовать командную работу по обработке анкет. Кнопка «Удалить» – это просто удаляется данная анкета. Я бы вам все-таки рекомендовал нажимать на кнопку «Фиктивная», а кнопкой «Удалить» удалять те анкеты, которые, например, вы уже обработали. То есть позвонили человеку, и он, например, не захотел дальше продолжать с вами работать, сказал «Да, я так просто заполнил». Вы ему ответили на какие-то вопросы, возможно, он что-то у вас купил, но, например, дальше двигаться по платформе он не хочет. То есть продолжать дальше сотрудничество он не хочет. Чтобы эта анкета у вас не висела, ее нельзя назвать фиктивной, ее обработали, вот тогда можете ее просто-напросто удалять, чтобы она у вас не висела в списке анкет. Сейчас давайте подтвердим эту анкету и посмотрим, что будет происходить. Дальше нажимаю «Подтвердить». Необходимо выбрать для человека странам регистрацию, то есть в нашем случае Россия, и регистрационный номер. С регистрационным номером на следующее. Это обязательное поле для заполнения. Поэтому, если человек уже зарегистрирован в компании Vivasan, вы вбиваете его номер. Если он не зарегистрирован, вы вбиваете любые какие-то цифры, чтобы это поле было заполнено. И отмечаете сразу же кнопочку «Выдать кабинет». Для чего? Для того, чтобы человек, пройдя регистрацию, сразу мог учиться, чтобы он не ждал вас, когда вы увидите его в своей структуре, подтвердите и так далее. То есть это уже сразу же автоматическое подтверждение. Говорю «Да, подтвердить». Создание групп – это дополнительная фильтрация или сортировка вашей структуры. Когда у вас людей становится достаточно много, их желательно, конечно, разбивать по группам. Но когда людей до сотни, заниматься этим я не вижу особый смысл, поэтому я нажму просто «Закрыть». Анкета обработалась. Видите, она исчезла у меня. То есть у меня нет больше анкет. Вот так будет происходить, когда вы нажмете «Эффективная» либо «Удалить». То есть вы все анкеты обработали. Вот это вот нормальное состояние. Смотрим, что у нас происходит дальше. Открываем почту человека. Вот именно эту почту я указывал. Видите, личный кабинет. Заявка принята. Отлично. «Спонсор выдал вам кабинет». Чтобы получить доступ к личному кабинету, пройдите по ссылке. Давайте еще почитаем. И личный кабинет. Заявка подтверждена. Нам нужно вот «Спонсор выдал вам кабинет Век Роста». Открываю это письмо. Нажимаю вот на эту ссылочку. Она единственная в этом письме. Видите. Здесь идет подробная инструкция, что нужно делать. Здесь, конечно, много рекламы. Самой платформы Век Роста. А все, что нужно сделать человеку, это просто придумать свой пароль. Потому что основные данные, они уже заполнены. Уже введена его фамилия, имя, телефон, страна регистрации, номер. То есть человек уже практически зарегистрировался. То есть ему нужно просто придумать какой-то пароль для своего кабинета, который желательно сразу же сохранить, чтобы потом его не искать. Вот я сейчас придумаю вот такой пароль. Пароль, скопирую его в поле и в поле подтверждения. Отмечу, что я согласен. Начать пользоваться. Сохраняю этот пароль в браузере. И я сразу попадаю в личный кабинет. Обратите внимание, начать обучение горит зеленой кнопкой. Ну и, конечно, горит зеленой кнопкой тариф. Век Роста хочет, чтобы ему платили деньги. Но покупать какой-то тариф для того, чтобы проходить обучение, абсолютно не надо. Выбираем обучение. Выбираем обучение спонсоров. И начинаем подключать курсы. Сейчас вы можете подключить только вот этот первый курс. Знакомьтесь, международная компания Вивасан. Нажимаю на кнопку подключить. Подтверждаю. Курс подключен. Начинать обучение. Обучение. Открывается список курсов. В первом уроке рассказано, как пользоваться платформой, для кого она создавалась. И как проходит обучение. Все. Человек получил доступ к платформе. Он может учиться. Вот что значит подтвердить анкету. То есть человек, который заполнил анкету на нашем вебинарном сайте, человек, с которым вы поговорили, после подтверждения своей анкеты начинает учиться на нашей платформе. Вот таким образом мы обрабатываем полученные анкетные данные. Возникнут вопросы, обращайтесь в техподдержку.